Советник первого заместителя гендиректора концерна радиоэлектронной технологии КРЭД, Владимир Михеев рассказал в интервью агентству ТАСС о проходящих на полигонах испытаниях образцов электромагнитного оружия и систем защиты от него. По словам Михеева, в России уже созданы и очень эффективно развиваются так называемые щепушки. Данный тип вооружения использует энергию электромагнитного излучения, ими сверхвысокой частоты, которая выжигает или временно выводит из строя электронику противника. В теории это позволяет создать надежный эшелон защиты от авиации, крылатых ракет, беспилотников и наземных средств поражения. Сердцем электромагнитного оружия является генератор с взрывным сжатием магнитного поля. По сообщению главного конструктора оружейной компании Лобэй Фармс Владислава Лобаева, уже в самое ближайшее время в России могут появиться принципиально новые патроны для снайперских винтовок, которые не будут иметь аналогов ни в одной из армий мира. Речь идет о боеприпасах, пули которых будут покидать стволы снайперских винтовок со скоростью, которая равна 2000 км в секунду, то есть обгоняет звук. Разработка подобных инновационных изделий для российской армии стала возможной благодаря поддержке компании со стороны государства. Новые патроны будут использоваться в первую очередь в высокоточных снайперских винтовках. Благодаря этому возрастут их боевые характеристики, такие как дальность прямого выстрела и собственно дальность эффективного огня. Используя такие боеприпасы, российские снайперы получат в свои руки поистине совершенное оружие, равного которому пока что не существует. Ну а путь к нему занял у человечества ни много ни мало, как сотни тысяч лет. Мы все, в общем-то, изучали историю древнего мира в пятом классе и в целом представляем себе, что в каменном веке, продолжавшемся сотни тысяч лет, люди использовали заостренный камень и дубину для решения спорных вопросов между собой, а также на охоте. Из камня делались также наконечники копий, которые дошли до нашего времени. Но вот вопрос, а когда появились первые метательные копии? Что же наука наконец-то может это объяснить? На востоке Африки нашли древнейшие наконечники таких копий. Им около 280 тысяч лет, то есть они более чем на 80 тысяч лет старше останков людей, принадлежащих к современному виду Homo sapiens, и на 200 тысяч, других похожих артефактов, сих пор считавшихся древнейшими образцами подобных изделий. Когда-то в этом районе примерно 125-780 тысяч лет назад было большое озеро. Палеонтологи обнаружили здесь кости антилоп и бегемотов и 141 наконечник, сделанный из обсидиана. Их повреждения рассматривались в микроскоп и позволили выяснить, что на них имеются V-образные трещины. Причем вершина буквы V отмечает точку, из которой они расходились. И в зависимости от того, как эти трещинки расходятся в обсидиане, удалось выяснить, что в одном случае копье в жертву вонзали, а во втором его бросали в цель сильной рукой. Таким образом, если считать, что копья у древних людей появились около 500 тысяч лет тому назад, бросать они их научились намного позднее. А до этого бегали за зверями и вонзали в цель, находясь рядом с ней. А затем, также в конце палеолита, человек придумал лук из стрелы и стал уже настоящим господином планеты. Луки были простые, в виде палки, сужающейся в оба конца, из сложносоставной, из нескольких деревянных деталей, укрепленной костяными и роковыми накладками, с оплеткой из сухожилия и обтяжкой из змеиной кожи. Некоторые сложносоставные луки имели форму W, другие форму треугольника, а луки многих восточных народов со спущенной тетевой выгибались своими рогами, то есть концами наружу. Интересно, что в той же Англии в средние века английские крестьяне йомины использовали самые простые луки, однако большой длины до 1,8, 2 метров, и такие же длинные луки, сделанные из бамбука, были у японских воинов-самураев, а вот монгольские луки были короче, 1,5-1,7 м, начальная скорость стрелы, выпущенная из такого лука составляла порядка 80 метров в секунду, но этого было достаточно, чтобы ранить и убить человека, на котором не было доспехов, на расстоянии в 200 метров. Впрочем, поражали и воинов в доспехах. Наверное, многие видели рыцарские доспехи, надетые на манекены и выседающие в седлых коней, таких же манекенов. У них доспехи закрывают не только грудь и морду, но также круп и шею. Зачем? А вот зачем, лучники средневековья не стреляли непосредственно в цель, совсем наоборот. Когда их атаковывала рыцарская конница, они по команде опытных военачальников выпускали стрелы в небо под углом. Те высоко взлетали и устремлялись к земле чуть ли не отвесной как раз и попадали рыцарским коням в шею и круп. Раненые лошади вставали на дыбы и сбрасывали всадников, либо просто ложились и отказывались бежать дальше. Дело в том, что стрелки того времени имели обыкновение затыкать запальное отверстие ствола от дождя собственным калом, ну а рук не мыли, просто вытирали их об себя. И такими же руками брали пули из сумки, неудивительно, что от их попадания раненые обычно погибали от гангрены. Лекари, кстати, это заметили и стали лечить раненых такими пулями, поливая рану кипящим маслом или прижигая каленым железом. Сам рыцарь мог немного нагнуться, и тогда стрелы отскакивали от его шлема и наплечников, но могли при этом поразить его в бедра, из-за чего, попав под обстрел лучников, рыцари привставали на стременах лишь бы иметь поменьше площадь на виде сверху. Затем появился арбалет, неоднократно проклятый римскими папами, но так и не уступивший своих позиций. И вот как раз дульная энергия арбалета была сопоставила с энергией современного стрелкового оружия, 400-340-шу пистолета Макарова. Пули первых образцов огнестрельного оружия отливались в виде шариков из свинца. Их скорость была минимальной, но огонь, грохот и дым очень пугали лошадей. Кроме того, их попадания в мягкие части дела обычно бывали смертельны. А еще многие командиры рыцарских отрядов приказывали отрубать руки тем стрелкам, которые стреляют свинцовыми пулями, поскольку считали, что раны воспаляются от ядовитого свинца. Позднее, уже в 17-19 веках, пули по-прежнему отливались свинца, но с повышением общего уровня чистоплотности, раненые ими солдаты стали выживать значительно чаще, так что не в ядовитости его в данном случае было дело. Уже в середине 19 века скорость пули стала достигать 400-500 м сек, а в конце этого столетия в винтовках и пулеметах, использующих бездымный порох, она достигла 700-800 метров в секунду. Например, у нашей знаменитой трехлинейки она составляла 865-870 метров в секунду, у английской винтовки Лейнфильд — 744 метра в секунду, у японской винтовки Арисака — 770 метров в секунду. И этого считалось вполне достаточно как для поражения пехоты противника, так и для стрельбы по бронированным объектам, правда, лишь в тех случаях, когда они прикрывались тонкой броней. Винтовка Лёбеля имела начальную скорость всего 610-700 метров в секунду, но тем не менее это позволяло ей поражать групповые цели на дальности 1800 метров. Кстати, современная отечественная снайперская винтовка СВ-98 также имеет скорость пули, аналогичную трехлинейке, и вполне справляется со своими обязанностями. Например, стабилизация пули, обычно она достигается вращением, но в данном случае, скорее всего, ствол новой винтовки снайперки сделают гладким, а стабилизировать пулю в полете будут специальные крылышки. Сам ствол также должен обладать повышенной прочностью, чтобы выдержать силу ударной войны, и вдобавок, он не должен быть очень уж тяжелым, то есть прочность не должна приноситься в жертву весу. Наконец, сами боеприпасы. Они не должны быть слишком уж дорогими и требовать специальных условий для своего хранения. И срок хранения у них должен быть вполне приличным, иначе в армии им делать будет нечего. Винтовка АС-96 имеет калибр 12,7 м, и у нее скорость пули выше 900 метров в секунду, а вот прицельная дальность такая же, как и у винтовки Любеля, правда, уже по индивидуальным целям. Но, разумеется, гиперзвуковая скорость позволит сделать снайперские винтовки более эффективными в разы. Кстати, сообщается, что в новых боеприпасах порох использоваться не будет. Существуют технологии создания ударной волны в газовой среде посредством подрыва детонирующего состава. То есть пулю выбрасывает не давление газом, а распространяющаяся в стволе с огромной скоростью ударная волна. Но так ли это на самом деле, пока что не сообщается. Конечно, при создании новых боеприпасов и винтовок под них придется решить много разных проблем. Опять же, срок хранения не должен отражаться на их характеристиках, то есть разница в скорости пули у новых и у старых патронов со склада должна быть при использовании минимальной.